Дарья Дойлидова делает портретную съемку для милашек Ли и Лиды. За 9 лет работы шутит девушка, фотоаппарат стал продолжением ее руки. А снимки, в прямом смысле слова, заполонили все ее пространство. Удачный кадр, уверяет Даша, она делает глазами даже в отсутствии своего любимого Кэнона. Похоже, этот профессиональный инстинкт с ней навсегда. Раз, два, три. Хорошо, еще раз то же самое. Love Story – пейзажные, семейные, постановочные и свадебные. Камера Дарьи стала свидетелем сотен счастливых судеб. Их чувства запечатлены на многочисленных кадрах. Чтобы заснять, к примеру, самый важный день в жизни молодоженов, фотограф нажимает на кнопку аппарата порядка тысячи раз. После в свадебный альбом отправляется каждая десятая. Я люблю свадьбы, я от них подпитываюсь энергией положительной. Я всегда благодарю Бога, что я работаю в сфере свадеб, потому что там люди приносят все свое самое доброе. В этот день даже недобрые люди становятся добрыми. Поэтому свадьба – это самое мое. В своих кадрах папарацци уделяет внимание именно чувствам людей. Красивые элементы и современный декор могут только дополнить картину. Чтобы сделать тот самый снимок на всю жизнь, уверяет Даша, достаточно вовремя словить момент, а позже применить немного мастерства и довести эмоциональный кадр до безупречности. При этом на обработку в зависимости от сложности фото может уйти от минуты до часа. Конечно, важно снять сразу фотографию красиво, но доработать ее, довести ее до совершенства лучше, конечно, уже потом в программе. Поэтому обработка, да, занимает очень много времени. Все мое свободное время я отдаю фотошопу. Важно так обработать, чтобы не видоизменить человека до неузнаваемости, а оставить его таким, какой он есть, только убрать какие-то погрешности на лице. Если есть какие-то небольшие дефекты, их нужно обязательно, конечно, убрать и сделать кожу чистой и красивой. Чтобы добиться успеха, отмечает Дарья Долидова, важно развиваться и смотреть на снимки знаменитых профи. А еще хотя бы раз в году становиться по ту сторону объектива и чувствовать себя на месте клиента. Что же касается селфи, совсем недавно Даша изменила к нему мнение. Даже вошла во вкус и нашла процесс занимательным. И улыбка. Да, хорошо. Ночко побольше головку. Да, классно. А это Ксюша Русецкая. Четыре года назад ради работы со снимками девушка оставила бумажную волокиту в суде. Говорит, всегда мечтала о творчестве и путешествиях с камерой. Об осознанном выборе признается обаятельный фотограф. Не пожалела ни на секунду. Сейчас за крупкими плечами десятки городов, сотни километров и тысячи неповторимых кадров. Нахожу очень интересных людей. Через меня проходит очень много классных людей. И они учат меня очень новому. Они расширяют мой кругозор, мое мировоззрение. Я совершенно не та уже Ксюша, которая раньше была, например, четыре года назад, когда я уволилась. У меня стало больше расширенной границы. И вот у меня такие вот эмоции, вот то, что счастье и свобода мне приходят от моей работы. С Нуной и Макаронок девушка познакомилась два года назад. Все началось с лавстори. Затем семейный альбом, героини, попоны или фото со свадьбы и кадры, сделанные во время беременности. Работы Ксюши, отмечает модель, характеризуют минимализм, естественность, искренность и воздушность. А это как раз то, что нужно клиентке. Они все соответствуют современности, то есть в таком европейском стиле, очень романтичном, скажем так. Вот сразу с первых кадров, можно сказать, влюбилась. И в дальнейшем процессе съемки мне понравится легкость общения с Ксюшей. Потому что с ней очень легко находить общий язык. Всегда в расслабленном состоянии происходит съемка. Больше других создательница уникальных кадров любит работать с представительницами прекрасного пола. Ксения Русецкая ничает души в женском портрете и ценит красоту абсолютно каждой. Вот она запечатлевает порядка 35 свадеб и вдвое больше индивидуальных фотосессий. Любит выезжать за пределы привычных мест для съемок. У них особый шарм. Я очень люблю снимать за границей на самом деле. Это тоже расширяет границы, расширяет горизонты. И вы знаете, вот в Италии у них какой-то особенный цвет и свет. Он такой прям вкусный. Но я не могу его описать. Мне кажется, в каждой стране какой-то разный цвет. В начале творческого пути Ксюша вдохновлялась американскими фотографами. Говорит, у них совершенно другая подача и стиль. Именно так по-другому теперь видит и она своего героя в кадре. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели.